Подзаголовок. Общество оранжевого треугольника. Как-то в один из наших с ним разговоров, возможно, как раз, когда он меня разыгрывал насчет поступления в институт, он сказал, «Я пришел к выводу, что все женщины в сущности одинаковы». Я был ошеломлен таким примитивным цинизмом и очевидной глупостью высказывания. У меня было дико, как человек с его эрудицией и культурой может вдруг скатиться до такого уровня. Я зашел издалека. «Ты знаешь, сколько у человека костей?» — спросил я. «Нет», — с интересом ответил он. «Около двухсот». «Около? Наверное, известна точная цифра?» «Около», — продолжал я, — «потому что у каждого человека количество костей разное. У кого-то больше, у кого-то меньше». «Что ты говоришь? Интересно!» «Так как ты можешь сказать, что все женщины одинаковы, когда даже такая чисто анатомическая вещь, как количество костей, у людей различна?» «Что тут говорить о психологии, характере, личных особенностях?» «Он был поражен», — сказал, что над этим стоит подумать. «И вот лет пять-шесть назад, когда мы после большого перерыва вновь связались уже по скайпу, в одном из разговоров он мне сказал, «Знаешь, я пришел к выводу, что все женщины в сущности одинаковы». «Я с грустью увидел, что ни я тогда, ни сорок лет, прошедшие с этого разговора, ни сложная судьба и три брака не изменили его суждения. Он, где был тогда в свои тридцать два, там и остался в семьдесят. Неужели столь же законсервированным было его суждение и по другим вопросам? Его смягчение к людям вообще, и к родным, и ко мне в частности, возможно, было лишь безотчетным и не привело к глубокому переосмыслению жизни. Свои взгляды, порой точные, а порой ошибочные и даже абсурдные, он так и не поменял. Он, конечно, не был религиозным человеком. Во всяком случае, в той мере, в какой не может быть нерелигиозным человек большой мировой культуры. Говоря о музыке, о мироздании, он часто говорил о мировом разуме, о высшей силе. Финал двадцать девятой симфонии Бетховена он трактовал именно как картину творения. Как-то раз, говоря о Бахе, он сказал, «Он поднимается до самого Бога». Я, помнится, ему ответил, «Выше». Он удивился, «Разве есть что-то выше Бога?» Думаю, я уже тогда почувствовал, что этот лазин Бог — это еще недомысленное, недочувствованное, не абсолютное. Впитанные мною с рождения принципы позволили мне в ранней молодости сформулировать. Я должен быть честным, порядочным и добросовестным. Во-первых, потому что я человек. Во-вторых, я интеллигентный человек. В-третьих, я не комаров. В-четвертых, я еврей. В-пятых, я — это я. Мне казалось, что эти принципы должно разделять огромное множество людей во всем мире. Я думал, что было бы хорошо объединить всех нас, создать некое международное сообщество, которое будет чем-то вроде мировой совести и влиять на политику всех стран. Мне виделся образ такого общества. Я даже придумал его эмблему. Это должен быть равносторонний треугольник оранжевого цвета. Я придумал и название «Общество оранжевого треугольника». Продолжение следует...